Заняться проверками качества питания в детских садах инициативную группу родителей заставила информация от других мам и пап, которым, по их словам, удалось негласно получить образцы пищи. А с помощью экспертизы они убедились – детей кормят продуктами, которые по качеству гораздо ниже заявленных. Например, животные жиры заменены растительными. «Поступила информация от других родителей, других садиков, что они сделали проверку. И в лаборатории показали, что масло – это не масло, это спред. Творог – он тоже полностью растительный. И это прямая угроза здоровью и жизни детей. Я своему ребёнку уже больше месяца говорила, чтобы она не ела масло, творог. Но это не выход». Вооружившись санкнижкой, бахилами и халатом, Елена отправилась в тот садик, куда ходят её дети с главной целью – взять пробы продуктов и отвезти их в государственную лабораторию. Надеялась, что руководство заведения не откажет ей в просьбе. И если слухи о некачественных продуктах окажутся только слухами, то готова была публично это признать. Но женщину не только они пустили на порог пищеблока, но и отказались показать, как хранятся продукты, даже не предоставив оригиналы сертификатов на эти самые продукты. Елена Владимировна, знаете, вот как бы вы сейчас хотите пойти по пути, как… «Я хочу правду. Я хочу правду. Хочу знать, чем кормят моего ребёнка здесь». «Елена Владимировна, кормят качественным продуктом». «Мы получаем молоко. Вот и, пожалуйста, у нас выставок». «Ребята, посмотрите, печати нет свежих. Нет ничего. Нет числа. Ничего нет». «Знаете, вот не нужно вот этого, пожалуйста, делать. Подождите. Спокойно». «Где чили? Какие чили? Какие чили? Какие чили?» «Поставщики, которые поставляют продукты, имеют соответствующие документы». «Где они? Почему вы ни одного документа сейчас не предъявили? Где документы?» В детском саду Елене предложили прийти с законными проверяющими. Но родители объясняют, в заранее запланированных проверках нет смысла. Ведь тогда поставщики совместно с чиновниками от образования могут подвести качественные аналоги. Прокуратурами разных районов неоднократно открывались уголовные производства как по факту завышения цен на продукты, так и по факту их качества. Но до конца они так и не были доведены. Хотя, как смогли убедиться новости от ИН, поставки продуктов действительно вызывают вопросы. Вот так заносят мясо в один из садиков. Съёмочная группа оказалась на месте неожиданно для поставщика и работников. А комментировать, что находится в пакете, из которого капает кровь, ни первая сторона, ни вторая не желает. Но, как показала родительская проверка, ни в одном из пяти садиков их не только не впустили в пищеблоки, но даже и в кладовки. «Они были согласны содействовать во всём. Но, к сожалению, получили команду ни в коем случае не пропускать никого на территорию кладовой. Вопрос, почему? Что там такого, чтобы родителям просто не показать? Если там всё в порядке, почему не показать, что всё в порядке? Все убедились, вопросов никаких нет. То есть, если прячется, значит, вопрос какой-то есть». В ГУР Управления образования говорят, они не против участия родителей в работе садиков и школ. Но всё должно происходить в соответствии с законом. Ведь качество питания – это и вопрос безопасности малышей. Поэтому все подряд непонятно, с какими возможными заболеваниями и какими требованиями к продуктам в пищевую зону зайти не могут. Они должны обратиться к соответствующим органам, которые имеют на это право. В законодательстве Украины чётко оговорено, кто имеет право контролировать питание. То есть, Держпродс, поживслужба и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, например, вы являетесь родителем, вы обращаетесь в Держпродс, поживслужбу, они вам выделяют специалиста, вы вместе с ним приходите и вместе с ним смотрите организацию питания. А просто врываться в детский сад, в школу, вводить в ступор работников – это нельзя. Юристы говорят, желание родителей контролировать качество питания детей понятно. Но их ссылки только на Конституцию Украины мало. А законодательство действительно на стороне чиновников. С точки зрения закона, если есть желание у родителя проверить качество не только столовой, но и вообще всего, что происходит в учреждении, как в детском садике, так и в школе, то действовать всё равно придётся через чиновников. Только через чиновников тех органов, которые имеют на это право. Если говорить о продуктах питания, то наша очень сильно реформированная служба санитарная, она всё равно ещё существует. И обратиться в неё можно. После жалобы или заявления, когда будет известно, что будет выход такой на место, конечно же, он может быть теоретически согласован с таким учреждением. И эффект внезапности будет потерян. Процедура очень сложная, прописана выгодно нашему поставщику, нашему заводу производителя. Им очень выгодно, чтобы мы не могли сделать внеплановую проверку, вот прямо экстренно в этот день. Для этого, чтобы взять забор этих продуктов, должна быть создана целая комиссия. Естественно, за это время поставщик наш может приготовиться и в этот день поставить нормальную продукцию. Мы дальше что делаем? Мы обращаемся в Министерство образования, пусть как-то присматривают эту процедуру. Пока же процедура не изменена, юристы советуют родителям обращаться одновременно в разные контролирующие организации, чтобы те проверяли непредвзятость друг друга и не сообщали раньше времени о проверке чиновникам от образования. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.